Музыка Здравствуйте всем! Я сегодня в гостях у Эрики. Эрика занимается большим теннисом как любитель. И мы сегодня с ней и поговорим об этом виде спорта. Привет, Эрика. Привет. В средние века теннис находился на пике популярности. Знаешь ли ты, когда возник такой вид спорта? Да, около 19 века. Он был не очень популярен и поэтому, ну, как сказать, про него много забывали и играли в него мало, только избранные. Имеет ли какое-то значение какое покрытие на корте? Да, имеет, но бывает трех видов, то есть это грунт, трава, то есть есть грунт, он похож на песок, трава искусственная и хард. Это как такое специальное покрытие, краска акриловая, вот, и ей покрывает асфальт или дерево, и мне, если честно, нравится больше покрытие хард. Как ты тренируешься перед игрой? И что тебе во время тренировки понравилось? Ну, перед игрой мы просто разминаемся, отбиваем мячи, которые нам подает тренер, вот, а больше всего в тренировке мне нравится играть, сама игра, это довольно-таки как весело и мне очень нравится. Используются для тенниса одинаковые мячи или разные? Разные, в зависимости от того, новичок ты или уже давно играешь. В чем заключается техника игры? Это удар справа одной рукой, это удар слева двумя руками, это удар над головой, это удары слета, когда ты отбиваешь мяч, не давая ему отскочить, это резные удары и крученые удары. Как тебе больше нравится играть, в одиночку или в паре? Смотря как. Если, например, как сказать, если, например, мой партнер мне нравится, то мне приятно с ним играть, то больше в паре. Если, например, то мне партнера, который, например, он слабее, слабый или, например, не сильно общаемся, то резь его в одиночку. Есть ли у тебя своя тактика в игре? Да, я стараюсь держать мяч, я стараюсь отбивать все мячи, которые мне отбивают соперник, и есть такие люди, теннисисты, которые не могут долго отбивать мяч, и не сдаются, и тем самым это приносит в игре. О чем ты думаешь во время игры? В основном о победе. В основном о победе. Все думают о победе. Сколько времени может длиться матч? От 20 до 30 минут. Что сложнее всего тебе дается в теннисе, и что тебя привлекает в этом предиспорте? Сложнее всего мне давал свой крючевый удар, это когда нужно ракеткой закрутить мяч. Я его очень долго пыталась сделать, и наконец-то у меня получилось. Это было сложнее всего. Что привлекает в теннисе? Не знаю. Наверное, вот сам процесс игры. Очень мне нравится. Подвижный такой спорт, да. Да. Бегать много надо. Есть ли у тебя картина и мечта? Да, есть. Я хотела бы побывать на настоящем турнире, в Санкт-Петербург-Опен, на настоящем теннисном турнире. С кем-то сыграть, да? Нет, просто посмотреть на этих трибунах, на настоящем, не по телевизору, а в реальности. Там всегда какие-то мячики, например, улетают, там всегда что-то интересное происходит. Я желаю тебе оттуда попасть и пусть своя мечта осуществляется. Спасибо большое. Спасибо большое, Эрика. Спасибо всем, кто нас видел и слушал. На этом все. Пока. Пока.